На столе перед нами ID-карта – будущий внутренний документ белорусов, удостоверяющий личность. Несмотря на достаточно компактный формат по объему имеющихся данных, он ничуть не уступает обычному традиционному паспорту. Однако это уже пластиковая смарт-карта с интегральной микросхемой, содержащей электронные средства биометрической идентификации. Процесс ее получения достаточно прост и понятен. Он предъявляет документы, его специалист просит, чтобы он снял верхнюю одежду, и он садится на специально оборудованное рабочее место. Перед ним расположен экран, в котором он видит свое лицо. Сзади у него находится подсветка, если это необходимо, чтобы более четко было. Он смотрит в камеру, наш специалист сканирует изображение. После того, как изображение было отсканировано, предлагается заявителю посмотреть, все ли его устраивает. Если все устраивает, значит информация пускается в работу. Дальше у него отбираются биометрические образцы, он сканирует свои отпечатки пальцев тоже на специальном устройстве, там же в подразделении. Когда вся заявка обработана, ему предлагается поставить на специальном устройстве образец своей подписи. Уточним, ID-карта – внутренний документ, действующий на территории нашей страны. Для выезда за границу необходимо будет дополнительно получить биометрический паспорт. Одна особенность есть в этом заграничном паспорте в том, что изготовить его без идентификационной карточки не представляется возможным. То есть, если человек хочет ехать за границу, он должен сейчас взять внутренний паспорт, так называемый, а потом изготовить за граничный. В органах по гражданству и миграции нас заверили, что с внедрением ID-карт процедура их получения будет более оперативной и удобной. Кроме того, предусмотрены варианты работы с гражданами, имеющими инвалидность, а также с людьми, которые в силу проблем со здоровьем не могут прийти лично в ведомство.